При сложении двух гармонических сигналов с малоотличающимися частотами получается уже негармонический сигнал с модулированной амплитудой. Двухлучевой осциллограф позволяет наглядно провести это сложение. В радиопередаче используется такая терминология – несущая частота, частота модуляции. Несущая частота определяется расстоянием между нулями этой синусоиды, ну а частота модуляции здесь где-то около 2 Гц. И определяется она изменением во времени амплитуды. Сейчас несущая частота 1000 Гц, ну а частота модуляции амплитуды на глаз, я ее, конечно, определяю, где-то 2 Гц. Давайте увеличим разность частот. Дело в том, что частота модуляции – это разность частот складываемых сигналов. Вот сейчас на экране типичная картина биения. Результат сложения гармонических колебаний с малоотличающимися частотами чаще всего называют биениями. Вот какая терминология вам больше нравится – лепешка или рыбка. Рыбка слегка плывет из-за несовпадения частоты развертки и частоты биений. Период биения – это расстояние от одного нуля до следующего нуля. Сейчас помещается на экране один период биений. Давайте увеличим разность частот. Сейчас на экране вот одна такая лепешка или рыбка. Полтора периода биений, то есть отношение частот 3 к 2. При частоте килогерц получить заданную разность частот складываемых сигналов довольно трудно. Вот, видите, убрал палец и сбил частоту. Две лепешечки на экране. Два периода биений. Можно попытаться вернуться обратно к равенству частот. Частоты практически равны. Два человека. shedеле. Заходите. Два человека. Мы überall desse человека. Все это готовят, как опти да проехали. Мы видим два человека.